МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Начнем выпуск с главного политического события вторника. В эти минуты восстание проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Переговоры глав государств пройдут в узком и расширенном составах. Для участия в них накануне в столицу Казахстана прибыл президент Беларуси. Сегодня на заседании стороны обсудят основные ориентиры макроэкономической политики государств, участников Союза на ближайшие годы, а также международную деятельность. В числе важных для Беларуси вопросов формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Есть и много других сфер для обсуждения. Нерешенными остаются вопросы о создании единых рынков услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, что могло бы дать дополнительный импульс экономикам стран объединения. Кроме этого, в повестке дня Высшего Евразийского экономического совета вопросы углубления отношений ЕАЭС с третьими странами и международными объединениями. Евразийский экономический союз расширяет сотрудничество с другими государствами. Одно из подтверждений сегодня на национальном интернет-портале был опубликован закон о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, подписанный Александром Лукашенко. Ранее документ был ратифицирован обеими палатами парламента. Закон предусматривает обнуление таможенных пошлин примерно на 60% наименований товаров. Мы еще вернемся к новостям из Астаны. Подробности смотрите в наших следующих выпусках. И к другим событиям в мире. Греция не может выполнить все обязательства для получения нового транша. Об этом министр финансов Эллады уже проинформировал европейских и заокеанских кредиторов. Среди главных требований сокращение социальных благ и отмена многих программ помощи. Именно с последним пунктом население страны категорически не согласно. Теперь правительству Греции предстоит лавировать между желанием народа и обязательствами, которые следует выполнить для получения второго транша макрофинансовой помощи. К слову, он составит свыше 10 миллиардов евро. В Румынии в центре громкого скандала оказались медики. По уголовному делу проходит 77 врачей-онкологов. По данным Управления по борьбе с коррупцией, медики получали взятки от фармацевтической компании за то, что выписывали или рекомендовали своим пациентам препараты именно этой фирмы. В частности, в ходе расследования выяснилось, что в 2012 году врачи-онкологи вместе с семьями ездили отдыхать за границу. При этом все расходы были оплачены производителем лекарственных препаратов. Общие затраты на путевки, по данным прокуроров, превысили 520 тысяч евро. В Индии 17 человек погибли в полыхающем складе с боеприпасами. Еще около двух десятков госпитализированы. Отмечается, что среди жертв двое офицеров. Мощный взрыв прогремел в здании рано утром, после чего строение охватило пламя. На данный момент пожарным удалось взять ситуацию под контроль. Причины и подробности произошедшего устанавливаются. Греки опасаются мигрантов. Очередная акция протеста вспыхнула в городе Арао-Кастро. Жители выступают против появившихся лагерей для беженцев, а также требуют от мэрии направить для обеспечения безопасности больше полицейских. Митингующие считают, что сейчас беженцев столько, что местным силам уже не справится. Кроме того, люди уверены, что условия в шести центрах размещения нелегалов неприемлемые. Поэтому беженцы постоянно нарушают порядок, пытаясь найти лучшие доли. Рекордный штраф грозит европейским производителям грузовиков. ЕС готовится взыскать около трех миллиардов евро с компаний за ценовой сговор. Крупнейшие холдинги по производству грузовых автомобилей контролировали сообща рынок, что привело к росту цен на все товары, которые перевозились грузовым транспортом. А вдобавок к компании на протяжении 14 лет блокировали введение новых, более экологичных технологий, потому что им это было невыгодно. Сильнейшие ливни парализовали жизнь в Франции. Под воду ушли сразу 26 департаментов республики. Из-за непогоды впервые за 16 лет отменены все махи всемирно известного открытого чемпионата Франции по теннису. А в пеграничном с Бельгией французском городе Лили затопило главную ветку метро. Пассажиры вынуждены добираться наземным транспортом. Сильно затруднена и работа железнодорожных линий на одном из участков. Ветер и дождь привели к обрыву контактного провода. Оранжевый предпоследний уровень опасности объявлен от северной части страны и до Парижа. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Белорусские производители табачных изделий будут использовать пугающие упаковки сигарет. Таковы требования нового техрегламента Евразийского экономического союза. У производителей есть год, чтобы перестроиться. Графические изображения на пачках будут содержать картинки негативных последствий курения, новообразования, слепота, инфаркт и другие. А также сопровождаться надписями на русском и белорусском языках. Преимущество этой упаковки заключается в том, что она не позволяет продвигать табачные изделия. И она позволяет показывать тот фред, который табачные изделия приносят как потребителям, так и окружающим. Это снижает спрос. То есть люди, в принципе, не хотят держать эту упаковку в руках. Тем временем доля курячих среди населения страны снижается. Только в Брестской области за последние полтора десятка лет от этой привычки отказались 15% белорусов. Специалисты связывают это с активной профилактической работой, с созданием зон свободных от курений и формированием общественного мнения за здоровый образ жизни. Неглибские текстильные традиции пополнят список историко-культурного наследия Беларуси. Это уникальное явление народного творчества, характерное только для Ветковского района Гомельской области. Богатство техник, качество и вышивки, разнообразие оттенков и сложный орнамент отличают неглибский текстиль. Это многоцветные рушники, скатерти, покрывала, занавески, а также предметы одежды. Неглибский наряд – один из наиболее архаичных и сложных нарядов белорусского народного костюма. Рушник вообще у них, любые, сильно берегут. Его даже вот, если мать так и не давала даже стирать его, только чтобы сама и сейчас даже вот, ну машины и во всех, но они не дают. Вот эти рушники только украшали, вот отвешали его к пастце. Такова информация на этот час. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Звоните и делитесь своими новостями по телефону в горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. Следующий выпуск в 13.30 и я прощаюсь с вами до этого времени. Субтитры сделал DimaTorzok